ВОРН Вообще, команда старичков. Ребята в 1.6 в свое время жарили и неплохо. В принципе, они были самой сильной командой. Ну, еще и МХ были. Ну, были, да, еще были МХ, конечно. Ну, как бы, по моему мнению, такая игровая искра проскальзывала у фаталов намного чаще. И вот, как бы, когда команды набирались только вот на этот чемпионат, Ворон предлагал, говорит, я могу вступить в любую команду и гарантирую вам победу. Ну, посмотрим, посмотрим, если действительно ли это так. Ну, учитывая, как Ворон играл в свое время, то есть, действительно, такое возможно. Ну, смотри, у нас пока что идет раш на Б. Да, идет раш на Б через дом. Просто в это время, да, ДЦП, ДЦП зажимается у машины, уходит просто. Все, ребята прошли на Б, он оставляет одного красного. Ворон уже делает минус. Ворон делает просто минус. В это время ДЦП контролирует. И Ворон убивает в ответ. Ворон ответили. Бомба падает на планете. Ну, в принципе, ну, это не сложная ситуация для Тенорова. Остается 3 в 2 сейчас, ребята. 3 в 2, да, Ройс контролирует выход с хелпы, просто начинает там нагребать в голову МКЮ. Да, я, кстати, да, тоже пообщался с Ройсом во время передышки, так сказать. Ройс пообещал, что, да, в этой игре они так не будут бежать вперед, сломая голову. Они будут очень тактично играть и стараться. Здесь, вот в этой ситуации, в убийстве Шарки, когда он прослал, думаю, все понятно, Шарки был почти полный. И в то же время МКЮ убирает просто Шарки на миду. Да, ну, МКЮ как бы падает. Вот, ну, такой непростой, непростой раунд, хочу тебе сказать. Ну, в одного остался он. Он остался в одного, и причем, да, у него там оставалось 20 с чем-то, по-моему, да, ХП. Вот, то есть точно так же он мог и проиграть. Сейчас, соответственно, у нас что идет? У нас идет эко у террористов, то есть у Фаталов, соответственно. И посмотрим сейчас, что они будут делать. Да, ну, обрати внимание, то, что, посмотри. Ройс выходит на центр. Да, функции, они закупились, все равно они закупились, хотя могли подождать и ЭМОК. Ух, Ройс делает минус 2, минус 2 хатшотами. Минус 2 делает хэтшотами просто. И в то же время Ярослав, Ярослав, посмотри, он потихоньку начинает заходить. Через дом. Вот, там, конечно, ДЦП контролит в углу, как всегда, присел там в уголке. Так, это, в принципе, да, уже мы поняли в его стиле, просто сидеть и ждать. Да, чем он занимается Симон? Симон в это время на коврах, на пленте А. Он увидел. Да, увидел, смотри. Он увидел Деграйпа. Да, хотел с Тэк Найном просто снять. Потягаться против Фамаса. Против Фамаса, да. Ну, когда человек умеет стрелять, а против Фамаса бесполезно. Мы пропустили этот момент, когда ДЦП просто убил Ярослава. Скорее всего, Ярослав его просто не заметил. Ну, да, видимо. Ну, посмотрим, что по тактике в этот раз нам предложат Фаталы. Ворон у нас с бомбой на данный момент. Посмотрим. И все, смотри, Ворон заходит один. Он сейчас пойдет на ковры и, видимо, будет там холдить, ждать. Скорее всего, будет сейчас отвлеченка просто. Да, посмотрим, когда... Очень интересный момент. Да, посмотрим, когда... Причем, да, мне кажется, доверили Ворону, потому что Ворон хорошо стреляет. Он потом может в одного просто пооборонять эту точку. Ну, да, он сможет ее подержать, по крайней мере, быстренько. Смотри, все, пошла перетяжка. Перетяжка пошла. То, чего они хотели. Минус 4 делается. И они просто потеряли Ворона. Ворон увидел. Вот, смотри, он не успел поставить чуть-чуть бомбу, даунфу. Успеет поставить, успеет. Но уже, смотри, Смедла уже заходит, уже флэшит, как я понимаю. Но он уже слышит. Ну, все, он не видит просто сбоку. Он, смотри, делает минус просто на гибрайпе. Убирает. Хорош, хорош. Минус 2, минус 2. Да, Ворон еще помнит, как стрелять и знает, как это делается. По-моему, мне кажется, он и не забывал, как стрелять. Ну, да. Ну, молодец. Это интересный был раунд, и, в принципе, сработало. Ребят сработало. Ну, они зарашили прям так откровенно. Да, не до конца сработало, потому что, скорее всего, очень быстро всех убили. Да, они слишком откровенно зарашили. Им нужно было показаться просто и потихоньку отстреливаться, либо терять по одному игроку. Тем более, да, нам-то как профессиональным игрокам виднее. Но я к тому, что и в то же время, если бы как минимум двое остались живы на Б, Плэнт установился, к антриму уже узнали, что Плэнт стоит на А и их обманули, они бы начали оттягиваться. Тем самым у них стоял выбор, оставить спины открытыми под тех двух живых террористов или пытаться их добить, и тем самым потеряв время просто на разминирование бомбы. А там плюс еще и Ворон, который может затянуть. То есть, интересный был момент, немного не сработал. Ну, здесь, смотри, здесь по тактике все интереснее. На Хелпе у нас оставался один с бомбой. Посмотрим, знаешь, давай посмотрим за точкой А, потому что, я смотрю, там начинается перемещение уже. И вот сейчас должен Ворон встретиться как раз у нас с Деграйпом. Вот он, в принципе, с ним и встречается. И делает минус. Делает минус в голову прям откровенно. И сейчас лесенку, он слышит, явно выстрелил с лесенки. Он знает, и еще имфу получил. Смотри, Ворон делает минус 2. Сейчас он может, он делает минус 3. Нет, нет, нет. Я потратил события, но инфа уже есть, по идее. У Кью должен знать, что что-то странно. Почему-то никто не смотрит на лестницу. Никто не смотрит на лестницу. Хотя у нас на лестнице прекрасно Ройс обосновался. И сейчас будет делать еще один минус. Еще минус. Я остался у нас последний. Сейчас, скорее всего, с ним встретится у нас. Кто у нас остался еще? Плут у нас, скорее всего, встретится с Симоном Плут именно. Вот, Ройс уже закидал гранаты и делает минус. Делает минус, да. Таким вот вахаричком. 4-0. Ну, все понятно, да. Ройс сделал трешку, по-моему, в этом раунде, да. Ну, интересно, еще раз вернусь с того момента, почему Ворон, может быть, не дал инфу, почему сразу лестнику не зачистили, учитывая, что он оставлял Ройса красным уже, не сделав минус 3, хотя мог. Возможно, это было решение. Да, Ройс купил АВП, смотри, выходит на центр. Сейчас посмотрим, да, что он будет делать. Ну, ребята, Фатал не стремятся. Уже на А делают минус Ворона. Да, но в это время Ярослав, смотри, заходит на центр через тоннель, да. И как раз, скорее всего, он хочет убрать АВП, который мы, скорее всего, они уже поняли, то, что он есть там. Да, а Симон снова пытается зайти на А. Ну, посмотри. Смотри, какая зажатая обстановка просто, если посмотреть на наш радар. Да, ребята зажаты, в принципе. Ройс слепит сам себя. Я думаю, это было специально так сделано. Да, Ройс промахнулся, но оставил красным и все-таки добил в итоге он Блейза. Сейчас сложная ситуация, потому что Фатал Ярослав должен как-то все-таки оттянуть на себя внимание, чтобы она прошла. Да, у нас остается Ярослав. Ну, смотри, он уже один, он уже по-любому не сможет оттянуть внимание. Да, давай посмотрим на Ярославу, потому что сейчас... Ну, давай посмотрим, да. Бомба начинает стреляться. Давай посмотрим на Бомбу. Ну, Симон, да, Симон, ну, что-то не получилось. У Симона что-то пошло не так. Да, Бомба падает на выходе со спауна террористов и теперь при Милу лежит там и пикет. Ну, в принципе, здесь все понятно. Ройс делает минусы с тоннеля. Прелесть и ужас тоннеля в том, что если ты из него не вышел сразу, то выйти тебе потом оттуда особо сложно, если ты играешь против хорошей команды. Потому что ты становишься зажатым в тоннеле, тебе приходится возвращаться назад, уже знают, что ты будешь заходить на Б, у тебя выхода нет. Возвращаться на свой спаун не имеет смысла, потому что это долго. Ну, посмотрим, какая в этот момент будет у нас в этом тактика. Смотри, как быстро действует у нас Фатала на А. Да, Борн вышел на центр, успел его задымить. Вот, пытается с Тэком тягаться. Тягаться против АВП. Да, против АВП. Ну, посмотрим, посмотрим. Очень интересно, да, вот идет обмен. Да, ну, Ройс не пытается обращать внимание. Ройс просто взял и убил. Да. Ну, бомба поставлена, заметь, бомбу поставили. Причем еще двое живых. Сейчас будет перетяг с СП террористов через главный вход. Сейчас посмотрим, что, ну, зажимают, конечно, зажидают Симона. И теперь посмотрим, что у нас делает оставшийся Ворон. Оставшийся Ворон. Ворон просто отгоняет его от бомбы, не дает ему разминировать. Ну, Ворон, к сожалению. Ройс оказался сильнее с АВП. Да, Ройс с АВП просто убрал Ворона и все. Ну, интересно. Уже 6-0. Но я не скажу, что у Фатала прям откровенно поиграть прям чем-то особенным уступают. Да. Это, ну, эта карта как никогда более выражена, ну, более направлена в сторону именно контртеррористов. Контртеррористов. Сейчас посмотрим, да, после перехода, что вообще будет. И Фаталам надо, мне кажется, как минимум хотя бы конов 5 взять сейчас. И я еще раз, я еще раз. Чтобы был в фундамент. Да, я еще раз. Смотри, они пытаются заходить по центру, будут выбираться просто в ВВП Ворона. А сейчас ВВП вот просто. Фу, Ворона. Вернее, Ройса, да, извините. Ройс. Сейчас будет просто, да, такое противостояние Ярослава, который почему-то замер. Ярослав что-то у нас встал, да, немножко. Переключимся на МК, посмотрим. Ну, они уже знают, что Ройс со своей ВП стоит там, да. С ним он делает минус. Да, я еще раз. Они знают, что точно так же Фаталам прекрасно видят, что у нас на выходе на центр с Б находятся шарки. И вот выходит просто Блэйс на него, делает минус, абсолютно не получив ничего в ответ. Убирает, плутзон убирает Ворона у нас. И остался у нас ДЦП против четырех. Просто четверых, причем плент А занят уже террористами. Да, вот я хочу еще раз повторить, по сравнению с прошлой игрой, не по сравнению, а в сравнении с прошлой игрой, хочу сказать, что тактика против фанксов откровенная и простая. Их нужно просто почаще рашить. Ребята не то, что стесняются, они, видимо, не привыкли к тому, что их рашат, они привыкли к спокойной и холдящей игре. Вот. И вот видишь, как только мы увидели раш по центру, более-менее прижали Ройса с его АВП, и мы сразу видим, что все, бомба стоит на пленте, ребята немножко потерялись. И вот, как бы, ДЦП пытается заходить, но он не будет ничего предпринимать, мне кажется. Сейчас посмотрим, вот они сейчас встретятся у нас с МК. Сэйвит, ну да, вот он делает просто играет МК. Причем его знание уже обходит, посмотрим сейчас. Они сейчас встретятся должны на точке Б. Да, он сэйвит, откровенно просто сэйвит. Бомба взорвалась у нас, и сейчас, соответственно, Фатало, про что я говорю, им надо примерно раунду 5. Да, Фатало взяли, взяли первый раунд. Ну, чем мы их поздравляем, в принципе. Чем мы их, собственно, и поздравляем. Да, ну вот ты в этой игре на кого стоишь? Ну, по крайней мере, твоя симпатия вот в этой игре. Кому больше направлено? Симпатия, наверное, знаешь, к старичкам все-таки. Команде, но я их помню, и мне, знаешь, прям близко к сердцу все это. Ну, понятно. Ну, я на самом деле ставлю именно на Фанкс, потому что, ну, как-то команда клуба, ребята сыграны, более профессиональные, ну, и как бы более симпатична мне их игра. Ну, посмотрим, что они покажут. Надеюсь, как бы мы с тобой оба не ошибемся, увидим просто откровенно хорошую, упорную такую игру, наконец-таки. Потому что две игры, которые мы с тобой смотрели, они были... В одни ворота. В одни ворота, да, можно сказать и так. Итак, смотри, Ярослав просто чекает, да, СВП МИД-А, просматривает он лестницу, просматривает коннектор. Сейчас будет непосредственно смотреть плент, но на пленту уже стоит Ройс, который тоже СВП пытается выснять. Промахивается. Да, и промахивается. Сейчас будет сопротивление двух АВП. Смотри, и Ройс, Ройс уже переключился просто, он и просматривает выход с ковров, знает, что Ярослав СВП стоит там, Ярослав забрасывает. Ройс делает минус почти. Минус, минус без прицела, минус без зума просто. Делаешь, да, я думал, он почти сейчас делает второй, но все, Ройс знает, что они встретились сейчас за ящиком. Он делает второй минус, просто он начинает тащить, посмотри, с АВП, и ребята уже зашли, просто фаталы зашли уже на плентайм, нужно было просто убрать АВП, но... Но Ройс этого не позволил. Но Ройс не позволил. У Ройса было другое мнение на этот счет. Ну, Ройс, Ройс просто МВП этого матча, потому что он хорошо держится, ну и здесь Ярослав убирает. Только мне стоило похвалить Ройса и приписать его звание МВП, как только, как Ярослав его убирает. Ну, знаешь, у ребят у обоих хорошая реакция, я так понял, что в своих командах они наиграны оба именно на АВП. Скорее всего, да. Ну вот сейчас, я не знаю, будет ли я пытаться Ярослав с собой забрать еще. Ой, Ярослав, да. Нет, ну все, у него одна секунда оставалась, да. Он просто сейвит свое ВП, которое, думаю, пригодится в фаталном следующем раунде. Ну, с такой стрельбой оно однозначно пригодится. Но, знаешь, может быть ему откровенно выходить на центр и пытаться стреляться с Ройсом, потому что, как мы видим, Ройс с ВП на Мираже действует очень хорошо. Если убирать Ройса в самом начале матча, то можно поменять кардинально раунд в свою сторону, просто перетащить. То есть ты отдаешь все-таки, наверное, самые решающие роли именно ВПшнику команды? Ну, я считаю, что да. Но ты посмотри, как последние два раунда сыграл Ройс, просто, что он делал. Ну, в принципе, да. ВП сразу забирает с собой. Если он кого-то встретит, то хотя бы парочку он заберет. Ну, да. Ну, смотри, что у нас происходит. Вот уже, в принципе, и делает Ройс минус. Минус на центре, да. И Ворон остается с ним. Думает, что с Калаша он сможет, в принципе, его убрать. И как бы... Ну, я думаю, что это возможно. И вот Ярослав, значит, переходит у нас непосредственно на МИД и пытается сейчас будет бодаться с Ройсом, который, кстати, из-за окна уже ушел. Который ушел из-за окна просто. А, нет, он у нас не ушел из окна. Он просто ждет. Он просто выжидает. Он внизу стоит, выжидает тоннель. Вот он делит играйп. И вот он выходит просто на центр с АВП. И сейчас будет перестрелиться с Ярославом. Никто-то, ни другой, убить его не могут. Ярослав отрезает ему путь, бросая... 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 Молотов, но... Зажигалку, скорее-то. Ну, да. Но ничего не происходит. Ну, и в это время МКУ у нас морозит на коврах. Думает, выходить ли ему на А. Конечно, нужно выходить, потому что скоро бомба туда пойдет. Но его уже ждут, заметь. Его уже ждет Ройс. Да, его ждут. Просто Ройс ждал его. Вот видишь, подтверждение моим словам, что делает Ройс с АВП на непосредственном Мираже. Он успевает и перетянуться на Б, и в то же время он держит центр и перетягивается на А. А давай теперь посмотрим за Ворону. Что у нас покажет Ворон? Ну, давай. Тем более, что он остался один. Ворон у нас забирает АВП. Посмотрим, что он может делать с АВП. Я думаю, он опять будет сейвить. Ну, нет. Видишь, не собирается он сейвить. Но он не хочет уходить с центра. Но, видимо, здесь он и будет сейвить. Осталось 8 секунд. Уже 7. У нас Симон просит паузу. В начале следующего раунда, видимо, да. Возьмется пауза, чтобы, видимо, произошло у него. Ну, и вот как бы Ворон сохранил АВП. Видимо, он ее обратно отдаст Ярославу. Мы пока... Вот, так что посмотрим, что будет. Игра приостановлена. Видимо, что-то случилось у нас. Мы сейчас попросим нашего режиссера переключить на камеру. Вот, посмотреть, что как бы там происходит. А, ну, у нас, в принципе, камера все равно направлена на... По-моему, у нас камера смотрит на Фанкс, да? А не на Фаталов. Да, это у нас Фанкс. Фанкс Веб. Сейчас там идет решение какого-то серьезного вопроса, как мы все понимаем. Также хочу сейчас сказать то, что у нас... Ну, возвращение в 2007-й. Back to 2007. Они выиграли команду Essence. Причем там было техническое поражение. Дальше они встретятся с командой OnTheGame, которая нам уже, в принципе, тоже знакома. Да, ну и в это время, смотрю, у нас уже продолжается раунд. Да, продолжается раунд у нас. Как я и предполагал, Ворун отдает немочку обратно Ярославу. Вот, немочку, АВП. Вот, Ярослав в то же время отдает ему АК-47. Итак, что у нас делают, ребята? Ребята в этот раз хотят просто зарашить плент А. Они ждут, когда спадет дым. Не знаю, будет ли это рашем. Может, это будет тактическое просто какое-то... До первого килла. Ну, может быть, и до первого килла. Потом они поменяют как... Вот, смотри, сейчас Ворун будет просто перекрывать коннектор. Да, сейчас он перекрывает коннектор дымом, делает заброс. Вот, забрасывают флешки. Все, смотри, сейчас идет активный раш начинается. Инфа уже поступает, но как-то перетяжка не идет. И в то же время... Перетяжки ждут, потому что еще, мне кажется, бомбу не увидели. Да, вот смотри, и сейчас они берут просто... Они опять-таки Ройса не закрыли с его АВП. Ройс просто, мне кажется, находит выход. Ройс снова делает минус. Снова выбивает бомбы. Смотри, что творит Ройс. Просто, ну, здесь Шарки... Ну, он помог ему, как бы он сделал. Шарки помог. Ну, вот убивают Ройса сейчас. Убивают Ройса, да. И здесь Шарки делают еще один минус. И вот Блейс остается один. Против АВПшника, который занимает хорошую выгодную позицию. Но он вас слышит. Да нет, я ошибся. Это не АВПшник. Это человек с 4-1. И он делает минус. Фаталы берут раунд. Фаталы берут раунд. Он становится счет 8-2. Мне очень интересно посмотреть, как Фаталы будут действовать на стороне защиты. И что-то, мне кажется, что переломный момент наступает. Что-то, мне кажется. Что-то мне подсказывает, вернее, простите. Вот. Ну и все. Смотри, ребята почувствовали кураж на планете А. Знаешь, это нужно просто понять, куда идти. И как бы все, они пытаются теперь заходить на планете А. Здесь они просто прибегают к активному рашу. Смотри. Нет, это даже не раш. Это не активный раш. Деграйп уходит на лестницу. Просто сам зашел за дым. Там они заслепили. Плент А, в принципе, пустой. И в основном сейчас все находятся на коннекторе. Ройс. Ну, Ройса уже убрали у нас. Да, здесь самый ближний к ним. Деграйп, шарки. Деграйп делает. Ух, что-то прям очень плотная игра. Да, в это время их уже все. Паузон просто обходит их со спины. Деграйп делает минус. Все. Просто легко забрали раунд, который, в принципе, для фаталов мог сложиться хорошо, если бы они сразу зашли на планет А. Но на планет А они сразу не могли зайти. Извини, Олег, я тебя перебью. Просто у нас сейчас идет параллельная игра On The Game против Back to 2007. И там выигрывает у нас команда. Команда On The Game со счетом 3-1. Играют они на Инферно и играют за террористов. Так, давай вернемся у нас к нашей игре, которая сейчас, в принципе, центральная. Да, давай, смотри, Ворон пытается шуметь, шуметь, пытается просто с пистолетом на меду, да. Пытается отвлечь внимание Ройса, чтобы его ребята могли спокойно тянуться на плент Б. Смотря, они заходят спокойно на плент Б, просто на пустой. Их видели, их видели. Их видели, да. Но, тем не менее, посмотри, плент Б, он пустой. И в это время просто ДЦП сидит в углу, просто и ожидает выход с ковров. Потому что он пропустил одного, он его видел прекрасно. И вот сейчас перей в обратно, пожалуйста. Это сейчас будет очень интересно. Да, и он делает минус. Ну, просто там был интересный момент. Ярослав вышел с плента мимо ДЦП. И Ярослава Шакрит там убил просто на центре. И вот бомба заложена на меду, ребята. Не на меду, а на пленте Б. Ребята занимают обороняющуюся позицию. Ворон делает минус пистолета просто в голову. Смотри, он оставляет красным еще одного игрока. Это готовый минус. Все, он добивает его. Смотри, как он просто перевернул ситуацию. Ситуацию, где они были в четвером... Сейчас он попробует зарезать. Ага, у него немного не получилось. Но тем не менее. Это была серьезная попытка. Да, Ройс уже остается красным. Смотри, и снова, и снова Ворон как будто бы не дает им фу. Видишь? Блейс не обращает внимания на то, где находится игрок. Потому что он этого не знает. Да, он здесь делает минус, я согласен. Но что, если бы их было двое? Непонятно, почему Ворон не дает им фу. А если бы на самом деле с самого начала было известно, где находится игрок. Может, у него микрофона нет? Ну, ты слышишь, как кричат фанксы. То есть ребята могли прибегать точно в таком же способе. Ну, да ладно, посмотрим. Может быть, у них какие-то свои тактические наработки какого-то типа. Ну, интересный был раунд, я хочу сказать. То, что победа Фаталов в этом раунде была очень близка. И очень грамотно играли. Ворон снова себя показал отлично. Но вот в этот раз они собираются пройти по центру просто. Здесь на центре у нас Ворон проходит, чекает... Чекает балкон, люльку можно сказать. Чекает люльку, да. Просто смотри, он знаешь, что там... Но вышел Ройс и дал просто минус. Ворон дает ему обратно минус. Да, Ворон убирает обратно Ройса. А, Ворон делает минус 2? Делает минус 2. Ты посмотри, что он творит просто. И уверенно идет на плент, на плент А. Идет на плент, и сразу не замечает игрока. И пытался просто спреем... Спреем пытался заварить деграйпа, но деграйп такой простой. И смотри, весь центр полностью занят в принципе террорами. И они могут спокойно пытаться зайти либо на А, либо на Б. Ситуация одинаковая, потому что на той, на другой точке по одному. Причем заметь, причем заметь. Насколько я вижу, у нас у терроров закуп, а контры у нас играют с ЭКО. Да. Ну, почти с ЭКО, с деглами. Да, Шарки пытается один встречать. И вот уже сейчас будет встречать с кухни деграйп. Давай посмотрим за действиями деграйпа, как он останется один против троих. Точнее, уже против двоих, он сделал минус. Да, но посмотри, Блейз уже с ЭВП просто стережет выход. Он просто знает, где он. Он не допускает, что-то стреляет, но, по-моему, он так особо почему-то не попадает. Ну, на самом деле, выбор небольшой, да. Но он пытался зарашить, просто выйти через окно. Не получилось. Выйти через окно. И вот, да, выйти через окно. И вот счет уже становится 9-4. И вот при этом счете даже, имея всего 4 победы за сторону террористов, можно спокойно начинать играть за контров, потому что это уже приемлемый счет для того, чтобы делать... Уже есть база к победе. Уже есть база к победе, да. Потому что, еще раз повторюсь, эта карта, в принципе, карта контртеррористов. Смотри, сразу Ярослав делает минус на деграйпе. Вот, они начинают забрасывать коннектор, полностью заходить. Где, кстати, находится Ройс, мы как видим все, потому что у нас все это... Все, минус Ройса, у Ройса, да. Смотри, полдзон, он занимает такую позицию. Смотри, он сразу не убивает, он пропускает, потому что он ждет момент. Убив того, он дал бы понять, где он находится. Просто, ну, он получает минус голову, но он сделал свое дело. Да, он сделал свое дело, он ждал, он выжидал. Может, даже получилось бы Ниндзя Дефьюз, если бы все сработало, как он хочет. Ну да. Ну, я думаю, его все равно бы заметили, но Ниндзя Дефьюз можно было бы дождаться. Ну и все. ДЦП... Нет, ДЦП, смотри, в любом случае он будет пытаться выходить. Потому что это последний кон. Мне кажется, именно поэтому... Последний раунд? Правильно, правильно я считаю? Последний раунд, это еще два раунда. А, извините, я плохо считаю. Ну и вот теперь минус, счет 9-5. Вернее... А, ну вот теперь, по-моему, получается... Да, вот еще один раунд сейчас будет. Теперь мне подсказывает сама игра, что это последний раунд. Как бы услышав тебя. Интересно. Вот это действительно интересная игра, потому что... Ну, потому что и та, и другая команда знают, что такое тактика, знают, что такое стрельба. И, кстати, да, вот как раз про эти пять конов я и говорил в самом начале, то, что надо взять хотя бы пять конов. Посмотрим, как ребята смогут ими распорядиться и в какую сторону все они это направят. Смотри, Симон... Симон зашел просто на центр. Вот. Он там сделал красным Ройса. Вот. Но время пока... Вот сейчас он просто не видит Симон в дыму. Я даже не хочется говорить, мне просто хочется посмотреть за тем, что происходит. Хочется помолчать и посмотреть, и надо понаблюдать. Потому что... Здесь происходит необычное. В это время Ворон делает мило. Смотри, он не чекает респаун, хотя... Но там дым. Но там дым, да. Но он знает, что в респаун кто-то есть, повернулся. Посмотрим, пропустил его, просто получает в спину. Но мог сделать еще один минус. И ситуация... Но вот сейчас, смотри, сейчас МКУ уже знает, что там кто-то находится. Ситуация получается, что остается 3 в 4. 3 в 4. Он начинает ставить плент. Но я бы не стал на его месте ставить плент. Смотри, он делает еще очередной минус по красному. Добивает недобитого Вороном игрока. Вот. Тут зон выходит в это время. Не дает опять же ему поставить. Тут уже с коннектора выходит на лестницу. Ребята, получается, зажаты, получают в спину. Все, первый раунд. Все, это очень хорошая половина. Ну, 10-5. 10-5 это такой счет, который... Может в любой момент просто переломиться. Да, просто понимаешь, ровно с таким же счетом могут сыграть фаталы. Вот. Против фанксов. И тогда будет ничья. Кстати, я не интересовался у организаторов турнира. Вот. Какие действия... Ну, то есть, как будет рассматриваться вариант, если на карте карта будет сведена к ничьей. Ничьей. То есть 15-15. Кстати, я тоже не знаю. По идее, там еще будут дополнительные раунды просто идти. Ну, видимо, да. Может быть, 3 дополнительных раунда. Насколько я знаю, 3 дополнительных раунда идет. И, соответственно, там кто получает 2 победы. Ну, это было бы логично всего. Итак, смотри. Что мы видим? Ребята не торопятся. А в то время, пока Шарки остается на коврах... Самая инфа у нас сейчас идет самая перестрелка на центр. Центр, центр. Да, Ройз дает инфу, что просто один есть в коннекторе. То есть, ребята уже об этом знают. Трое стоят вместе с бомбой на респауне. Смотри, Ройз начинает перестреливаться на центре. С Блейзом Блейз перестреливает. Блейз перестреливает Ройза, да. Перестреливает Ройза, да. И смотри, сейчас будет выход. Просто Шарки заходит, начинает сразу стрелять в лестницу. Знаешь, что там кто-то есть. Там ворон. Догадываюсь об этом. Да, ребята ослеплены. Ползон стреляет куда-то вверх. Простреливает дым сверху. И смотри, как они уже все стянулись просто. Да, просто ребята быстренько фаталы стянулись все. То есть, раунд действительно изи. Великолепно просто. Великолепно отработанный раунд. Причем, я не знаю, ребята тренировались ли. Ну, перетяжечка. Перетяжку это то, что тренируют в первую очередь. Да, мне кажется, это просто ребята с очень большим опытом. И им даже тренировать уже ничего не надо. Ну да. Скорее всего. Ну, как это не надо тренировать? Ну, во сборной России по футболу, видишь, решил, что тренировать уже ничего не надо. Да. Хороший пример. Очень хороший пример. Очень хороший пример. Отличный пример, да. Сейчас у нас идет Раш на Б со стороны Фанкс. Ворон делает минус. Ворон делает еще и второй минус. Еще минус. Упал, он почти что сделал еще один минус. Потому что ты чуть ли не начал говорить. Я чуть ли не начал говорить. Это традиция. Ребята, просматривая потом запись этой игры, будут говорить про меня, что я несчастливый. Венкью делает минус на окнах. Вот один на один осталось. И Симон берет. И уже счет 10-7, ребята. Симон просто с МП-7 забирает раунд. Ну, и продолжает это делать дальше. Идет дальше с МП-7 у нас. Хотя у него экономика довольно-таки неплохая. У него 3-700. Он мог бы взять СМ-ку. Но он, видимо, копит на что-то. Он, видно, копит на АВП. Ну, смотри, как я тебе и говорил. Вроде счет был 10-5. И вот счет уже 10-7. И совсем непонятно, кто выиграет. Соответственно. То есть, возможно, эти команды снова встретятся в финале. Потому что проигравшая команда вылетает в нижнюю сетку. В сетку, да. В сетку в нижнюю сетку. Ну, ребята снова заходят на плент Б. Давай посмотрим на Ярослава. Ярослав у нас там. Ой. Ой, здесь просто плей. Ярослав делает минус с центра. Минус 3. Минус 3 сделал уже Ярослав. И посмотрим, что у него будет в продолжении. В центре, вернее, а снизу. Да, Ярослав уже сделав дело со своими 16-х и ПТ. И Ворон добил. Просто Ворон с Ярославом взяли этот кон, потому что они разделили почти напополам. Минус 3 и минус 2. Да, просто взяли. Я надеюсь, что ребята будут участвовать в отборе на МСС. Это московский чемпионат, кстати, 22-го числа. Здесь же будет проходить отбор на чемпионат МСС московский. Ребята в Москве строят огромную, большую арену киберспортивную. Это действительно огромная, тяжелая работа. Нужно их поддержать. И хочется их поддержать. Большой призовой турнир. И как бы у нас в Астрахани проходят отборы в том числе, там, среди прочих городов. Итак, ну, хорошо, об этом мы поговорим с вами попозже. Сейчас посмотрим просто. Ярослав начинает просто прижимать шарки, не зная, что он там. Зашел, забросил дым на коврах на планете Б. Но посмотри на бомбу, посмотри на бомбу. Посмотри, куда она смещается. Сейчас будет просто перестрелка, мне кажется, именно на планете А. Потому что ребята собирают, собирают какую-то информацию. Ну, Ворон ждет, смотри. Ворон ждет. Кстати, у Ворон не очень хорошая позиция. В том плане, что он-то сможет отстрелить, но ему некуда уходить. Он будет открыть. Некуда уходить. Может, ему не нужно уходить. Ворон довольно-таки уверен в себе. Вот, в это время Ройс начинает забрасывать дым. Это точно будет А. Да, и вот у нас первый заходит деграйбе. Он падает просто от Ворона. Ворон делает минус 2. По-моему, уже минус 3 с Ворона сделал. И вот Ворона как раз-таки убили, но он сделал минус 2. МК агрессивно принимает просто с ковров. Но его убирают шарки. Шарки оказался посильнее в этой ситуации. Ребята с коннектора заходят, знают, что на коврах кто-то был. Шарки возвращается обратно. Ройс под красный делает все равно минус. Симон забирает на говрах шарки. У него падает бомба. Ройс не смог затащить. Ну, Ройсу нужно только АВП. Ройс ждет АВП. Будет спокойно заходить с ним по ходу на центр. Вот, то, чего не делали фаталы, играя на стороне. И уже у нас счет 10-9. Это почти что уже ничья идет. Счет 10-9, да. Вот это действительно уже потная каточка, как мы с тобой говорили. А что у нас происходит в соседнем матче, Саша? Соседний матч у нас сейчас проходит. Кстати, тоже равная борьба. 6-6 идет. Ребята собрались, которые возвращаются у нас в 2007 год. Back to 2007. И идут 6-6. Так что посмотрим. Мы, конечно, вернемся к ним примерно, когда будет переход. Мы вам сообщим, какой у них сейчас счет. Неплохо. Смотри, ребята делают... Извини, продолжим. Ребята делают интересную подсидку. Ройс подсадил Шакри на центр. Шарки, вернее. Шарки заходят. Но там его, к сожалению, убивает Симон. В это время Блейз, смотри, Блейз кладется у его Симона. Такое бывает. Он, видимо, просто среагировал. Вот. Ройс, смотри. Ройс не разбивает. Простреливает. Убирает стекнайна. Просто убирает в коннекторе одного игрока. И вот ситуация уже 2 в 1. Но пока у ребят есть, хотел сказать, есть Ярослав. И снова я чуть не поторопился. Снова ты чуть не поторопился. А кто у них еще остался? У нас у ребят остался МК. Да, и вот он как бы выходит... Он не торопится. Он делает тихо, спокойно. Ребята тоже не знают, где он. Поэтому, как видите, закидывается. Да, он выходит на коннектор. То есть 3 в 2. Ну, знаешь, МК может затащить. И вот как бы он делает уже минус. Минус 2. Плент установлен уже. И сейчас ему нужно по-хорошему идти разминировать. Вот. Но не торопится. Его обходит сзади ДЦП с АВП. ДЦП обходит его сзади с АВП. И он промахивается. И вот видишь, уже как бы МК узнает, что ДЦП находится сзади. Может быть там по центру. Но и ДЦП опять ему не везет сегодня с АВП. Точнее, именно в этот момент. Смотри, МК начинает... О, МК хотел его зарашить, но зарашить не смог. Все-таки ДЦП... ДЦП не попадал, не попадал, но попал в самый необходимый момент. Когда надо было, да? Когда нужно было попасть, тогда он и попал. Затащил этот раунд. Он дает АВП Ройсу. Да, это, знаешь, такой хороший переломный момент довольно-таки для фанксов. Потому что ребята начали немножко расстраиваться, я так чувствую, уже от того, что не выигрывают. Давай сейчас посмотрим на сопротивление АВП. Потому что сейчас будет, мне кажется... Да, вот она. Ну там борьба со мной. Ну и все, Ройс делает свой заслуженный минус. Борьба долго не продлилась, борьба у нас. Да, он сделал минус с центра и уходит просто с центра дальше. Смотри, в это время просто ребята снова начинают через тоннель заходить на центр. Уже 5-2 они уже идут. Они уже идут 5-2. И просто смотри, Плэнт, а, он свободный. Они начинают отстреливать центр. Там Ворон против... Ой, Блэйс бился против них. Они без спасения. Скажи, как-то Ворон последние раунды поник немножко, да? Мы не видим особо... Особо такой... Ну, просто нет необходимости. Ребята забирают раунды. И у Ворона нет необходимости особо показывать свои способности. Вот. Ну, я думаю, он еще расстреляется. Потому что, ну, Ярослав и МКью тащат эти раунды. Как бы пытаются, по крайней мере, тащить. А вот теперь посмотрим опять на сопротивление АВП. Хотя нет, его сопротивления не будет, как я понимаю. Ну да, нет чистого. Ройс выходит просто на Плэнт А. Начинает чекать респаун контрол. Чекает коннектор. Лесенку. Уже убивают Ворона у нас. В это время убивают Ворона, да. Здесь будет... Симон делает минус на Деграйпе. Сейчас посмотрим. Что-то бомба просто лишит. Бомба ждет. А в это время Шарки, смотри, халдит на коврах просто на А. Он не знает, он не знает, что на ХЛПе внизу находится МКью. А, нет, знает, смотри. Он предчувствует. Филип догадывается, да. Та бы еще, конечно, бросить дым. Смотри, Блейз делает минус на ДЦП уже. Ройс убивает МКью. Ройс убивает Снизу МКью. И он заходит. Шарки делает хэдшоп, кстати, неплохо. Симон его в это время просто очень быстро. Размен игрока. Плутзон остается один, его хотят поджать. А, его не хотели поджать, не знали, что он там. Ну, смотри, остается ситуация два в одного. Два в одного. И Плутзон, ну, Плутзон не похож на игрока, который может один затащить раунд, но как бы раз на раз не приходится, правильно? Почему бы нет? Почему бы и нет, конечно. Все зависит не только от одного игрока, но от игроков противоборствующей команды. Смотри, да, он ему, видимо, показал, что там кто-то есть. Он что-то... Ну, он просто флэшит. Ну, флэш-центр, он что-то есть на бал. Ну, и есть, да. Мои догадки оказались все-таки верными. Под ударами М4 Блейза он не смог устоять. Ну, интересно, интересно, смотри, Блейз отдает, значит, отдает оружие, помогает. Ну, Блейз просто помогает, он дал дроп своим коллегам, своим товарищам по команде. Ну, интересно, распространяется, посмотрим. Ну, смотри, снова идет, видимо, видимо, через центр, будут пытаться заходить на Б. Будут заходить на Б. Смотри, в это время Блейз уже встречает на центре. А Симон убивает Деграйпа. И, скорее всего, Симон его, скорее, просто не заметил. Не-не, Симон убивает Деграйпа. Да, Симон все. Скорее Деграйп не заметил Симона. Смотри, обе команды начинают потихонечку халдить. Но смотри, что у нас происходит У нас бомба заходит У нас перемещение, они перемещение просто делают через канавку Они заходят на А Ну, как ты знаешь, странно, они не пошумели Ну, может быть, может быть Вот сейчас, возможно, будет подсадка Но Симон уже ждет Давай посмотрим за Симоном Мне вот интересно, как он сейчас встретится в ВП Посмотрим за Симоном Да, давай, конечно, пожалуйста Он знает, что уже на коврах На планте А кто-то есть Заходит флешечка, да, смотри, он ждет Который очень, кстати, яркий игрок И он делает минус, да, Ройса просто Ройса убирает Ну, такое соперничество, знаешь, небольшие качели То Ройс начинает Опережать Симона Вот, то Симон Ройса, и вот идет перестрелка Пулзон делает минус на Вороне О чем мы с тобой говорили, Ворон, да В прошлых раундах в такой стрельбе В такой перестрелке он бы убрал Пулзон выходит напрямую, бросает ножку Выходил напрямую на Ярослава Все, остались команды Три в одного Блейз Посмотрим Мне кажется, Блейз может Блейз может взять этот раунд Если честно Вот я вот верю почему-то в него Ну, возможно Ну, знаешь, команда Фатал Такая команда, что в раунд можно взять Абсолютно любой в этой команде Видно Вот, согласись, да Видно, что ребята из Фанкс Ребята Играют хорошо Ребята много тренируются А Фаталы те раунды, которые они забирали Они забирали на чистом опыте Чистый опыт, совершенно верно Видно, чувствуется холодная рука на мышке и на клавиатуре, да Которая даже не потеет под игрой Которая даже не потеет под игрой Вот, ну, смотрим Счет 13-10 Очень интересная развязка Сейчас получается Смотри, какая интересная ситуация Счет 13-10 И сейчас Сейчас непосредственно У Контров, у Фаталов У них Эко И если они не берут этот раунд Взять Эко против такой команды, как Фанкс Очень сложно Если они не берут этот раунд То они в следующем раунде закупаются по максимуму Но берут не особо много всего Вот И получается, что на последнем раунде Им будет очень сложно, как бы Интересно, что же с Вороном произошло Вот Так вот Просто человек блистал, блистал, блистал А здесь раз И перестал убивать Ну, такое бывает Такое бывает Ну, что он перестал убивать Ну, такое бывает Когда игра меняется Сам знаешь Ройс чуть не взрывает сам себя сейчас Ну, мне кажется, это было все предусмотрено Он хотел так сделать Хотел, да Он, видимо, думал, что за ним пойдут И он бросил себе Сейчас посмотрим, как МКю МКю, слышал ли их Наведет Да, слышал МКю Смотри, он снизу Он снизу делает минус В это время игра и просто контролирует Центр Делает еще один минус в голову И забирает раунд Просто на спрей, сделав минус Да, интересный раунд Ну, все Можно Вот я считаю, что здесь игра, как бы Она окончена Уже счет 14-10 Вот Ребята, видишь Ну, фаталы делают все-таки закуп Мне Хотелось бы еще, если честно Чтобы поиграли Да, ну, я очень сильно надеюсь, что Значит, фаталы попадут у нас в нижнюю турнирную таблицу Вот, в нижнюю ветку И мы их еще увидим И мы их еще увидим в финале Потому что игра просто превосходная И я бы с удовольствием посмотрел на игру этих команд на Ньюке Еще раз Я бы посмотрел даже на Дасте Почему нет? Мне очень интересная раскладка Даст сегодня у нас уже было И ты знаешь, мое отношение к карте Даст 2 Да Вот, но, тем не менее Просто Ньюк — это игра В которой просто очень интересно разложена тактика Игра, вернее, защиты и обороны Но мы же опять можем увидеть такой же камбэк Как опять ребята будут просто за терроров проигрывать А за контрольную игру Это же и самые прекрасные, когда мы видим камбэки А в Дасте мы можем видеть просто равноценную игру Которую проиграл намерно Пока мы рассуждаем уже Пока мы рассуждаем, да Здесь Симон убивает Деграйпа Шарки убил Шарки Шарки у нас убил Ярослава Уоррен перетягивается на Б Инфа просто уже поступила Вот, ДСП у нас ДЦП, вернее, заходит у нас Первый, бросает флэш за машину Думаю, что там кто-то есть А там, кто у нас там был Вот, сейчас, мне кажется, его встретят Его сейчас встретит, да, Уоррен Уоррен, да, встречает Встречает его из хелпы Не добивает его, но оставляет ему всего 4 хп Но его прикрывает Блейз Блейз, да, просто центра Тут в это время из окна Симон валит У нас валит Просто Ройса Вот, и все, ситуация сразу перекладывается Мгновенно, становится 3 в 2 3 в 2, причем уже 3 в 1 3 в 1 Да, остается плут-зона Уже с 11 хп Вот, он настоит на хп Кракрасный, которому сейчас Улетит граната Да, и просто Блейз Не Блейз, так граната и лук настигли Просто, и все А чья гранат летел? Ворона, да, по-моему? Нет, Ворон, по-моему, мертвый уже был Да, ну, может быть Ну, я могу, конечно же Внимательно следим за игрой Не знаю, кто мертвый Просто очень, очень быстрая игра Очень, просто невероятные моменты Их очень много И поэтому за всем не уследишь здесь Да, согласен Ой, ну и вот, кстати Хочу тебе сказать То, что Паталы вылезли Из этой сложной Экономической ситуации Причем закупились Они забрали, да Закупились они оружием И сейчас будем смотреть Что происходит Мне кажется, они без АВП играют Ну, это будет А, естественно Да, они играют без АВП Фанксы играют без АВП Сейчас посмотрим Что они будут делать Скорее всего, мне кажется Это будет заход на А Все, минус Вот, Ярослав уже делает минус Причем Ройса, кстати Одного из самых ярких, мне кажется Игроков этой команды Смотри, делает захидочку Просто на респу Перекрывает сразу АВПшника Который может находиться Теоретически на респе Контровской И отстреливать выход С респы Терроровской И вот С камней заходит Смотрит лесенку Много гранат Много перестрелок Много дыма Вот уже опять Обмен игроками Да, и вот смотри Просто Симон Просто забирает С коннектора Давай посмотрим за Симоном Ну, смотри У нас интересная ситуация У Блейза Смотри, Блейз остается один И вот сейчас будет решаться Просто Да Сейчас будет интересная Он бросает бомбу Добьет Нет, не добил У нас еще есть Ярослав У нас остается Ярослав и Блейз Ну, по ХП, конечно Ситуация Если смотреть по жизни Да почти равна ценна Ситуация намного интереснее Ну, как же У нас уже красный ползон И вот смотри, просто все фанксы кладут просто Ребята очень радуются Да, кладут Блейза последним И вот сейчас будет действительно решающий раунд Команда клуба Фанкс Делает как бы свое дело Ну посмотрим, посмотрим, что нам предложат Фаталы У Фаталов полуэко Они закупились уже на максимальное количество оставшихся денег Вот, и просто смотри Особо на Б они не заходят Двое остаются на ХЛП Ослепленный ДЦП Просто Ворон и МК делают по минус Размена не произошло А вот Симон накопил на АВП Симон накопил на АВП и снова делает минус Слушайте, ну с таким подходом ситуация остается 4 Уже прям все в руках Фаталов Да, уже минус Минус, Ворон делает очередной минус Ползон здесь перестреливается И Ворон снова делает Ворон камбэк, понимаешь? Избэк, избэк, о чем мы с тобой говорили Вот чего мы ждали Фух, ну да, конечно Счет уже 15 дела и уже ни о каком эко говорить Контрам не приходится А уже говорить об этом приходится непосредственно террором Команде Фанкс И мне кажется, что сейчас будет раш на Б Ну, я тебе скажу так Смотри, команда терроров закупается просто И каждый прям... Ключи, пожалуйста, Ярослава Просто мне нравилось, как он держал до этого Б Команда... Хочу обратить внимание Смотри, команда Фанкс почти вся закупилась Тек-9 Я скажу, что Тек-9 Это единственный пистолет из всех пистолетов, которые находятся... А в это время Симон просто делает на центре минус 2 Пока мы наблюдали Но его убивают Но все равно он сделал минус 2 просто Шарки замечает то, что за ящиками находится на центре Ворон Который их там придерживает Их зажимают Просто Ворон делает минус Калаша Убирает плут зоны Шарки с Эмки Простите, с АВП уходит Делает еще один минус на Блейзе просто И выходит, сейчас будет выходить на плент Б Остались 3 в 1 Вот я не играю, но я волнуюсь, если честно Как будто я играю сам Да, игра очень волнительная Ворон просто контролирует упавшую бомбу Шарки ушел и сейвит АВП Интересно, будет его поджимать или нет Не та ситуация, чтобы поджимать на самом деле Смотри, и что произошло Просто Контри Контри они забрали А, ну нет, я перепутал Произошло то, что произошло То, что мы с вами увидели Вот да, сейчас у нас все-таки Шарки идет Шарки все-таки куда-то лезет Я считаю, очень зря И он просто берет и теряет МК его убивает и приобретает АВП, мне кажется Да, МК подобрал АВП Интересно, он отдаст его? Нет, он его отдает Ярославу У нас 2 АВП за контртеррористов, как вы видите Это Ярослав и Симон Остальные у нас все с М4А1 И с Калашом у нас один есть А за террористов у нас один АВП Это, соответственно, Ройс Так мы уже, в принципе, успели привыкнуть даже к этому Так, что у нас происходит сейчас? Бомба лежит в проходе на Б То есть ближе даже к Респе Собирается информация Ройс делает минус Ярославу И, возможно, то, что будет проход на Б Потому что команда, как вы видите, фаталов Уже потихонечку начинает стягиваться на Б Смотри, они сбросили бомбу на подъеме в дом На выходе с плантат терроров С плантат этого С респы терроров С респы, да, терроров Я уже даже запутался Я пытаюсь контролировать игру Посмотреть, что происходит Но я просто не успеваю за всем Вот смотри Ройс в это время держит выход на дом Ройс промахивается сейчас Очень обидно Вернее, да, Ройс промахивается Он не знает, что возле машины остается Блейс Который смотрит за ним Но он его ждет Но вот сейчас Ройс, как бы, наверное, это понял Он не выходит еще Наверное, они друг другу просто ждут Они друг друга ждут, они не лезут Им это не надо, потому что это... Все, и вот смотри Произошел сразу минус на А И моментально просто начинает Ройс оттягивается Оттягивается на А Да, Шарки зашел Ворон держит Знает, что вот просто Шарки делают минус на Вороне Все, плант А свободен Он начинает ставить бомбу Все, 4 в 1 Остались Один Симмонса ВП Вот посмотрим сейчас Может ли он взять раунд Знаешь, ему нужно, как бы, забирать раунд Нужно идти в... Да, ему сейчас, мне кажется, просто зажжу Потому что раунд последний Да, конечно У него нет выбора И мы его не дали И все Ну и все, и Фанкс забирает Ну, это была... Я скажу, что это была самая интересная игра Которую мы с тобой сегодня смотрели Это просто было шикарно Это я хочу еще раз это посмотреть Да, это было... Это я... Давай даже ребятам напишем Да, давай ребятам напишем ГГ Что игра была действительно хорошая Мы не успели, мы просто зашли в игру Мы просто присоединились, да Ну, что ж, в принципе, понятно, что была за игра Давайте тогда будем с нетерпением ожидать Какой-то развязки дальше в турнирной таблице Вот, кто на кого выйдет, посмотрим И давайте немножко отдохнем Да, потому что после такого надо передохнуть Будем ожидать финала Ну, все Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!